С участка омской пенсионерки вывезли мусор, который женщина копила в течение 17 лет. Расчищать придомовую территорию пришлось принудительно. На антисанитарию пожаловались соседи. В итоге убрать горы отходов постановил суд. Впрочем, пенсионерка с таким решением не согласна и считает, что ее попросту ограбили. Елизавета Васильевич продолжит. А что такое? Не надо, не надо. Пускай оно старое, пускай оно рваное. Так грязно же. А? Вам не кажется, что это грязно? Грязно, пускай. Потом отмоется. Ей и правда не кажется, что ее участок превратился в свалку. Для Александры Майданцевой это не хлам, а имущество. Чтобы пробраться к дому, нужно преодолеть горы мусора высотой в человеческий рост. Здесь и фрагменты мебели, и кухонная утварь. Многое она приносит с помоек. В таких антисанитарных условиях женщина живет уже не первый год. И готова с боем отстаивать свое добро. Ну куда ты выпьешь, а? Мне глаза что-нибудь вылезли. Ты куда дерево поволок? Ну это же топливо, как хочешь. Терпеть такое соседство приходится семье Гладковых. У супругов уже начались проблемы со здоровьем. Сейчас они тревожатся за самочувствие детей. В доме постоянный смрад, а в огороде появились крысы. Мыши, крысы, мухи, зловоние. Ну и вообще в таких условиях жить, ну сами представляете, это невыносимо. Это не по-человечески. Люди говорят, сначала пытались решить конфликт мирно. Даже предлагали помочь с вывозом мусора. Но женщина не шла на контакт. И почему-то решила, что соседи хотят отобрать у нее землю. Я считаю, потому что им нужен дом. Они уже вон как расселись. По словам соседей, мусор на участке женщины накапливался в течение 17 лет. Люди, проживающие рядом, беспокоятся за свою безопасность. Однажды здесь уже был пожар. К счастью, тогда никто не пострадал. Однако риск, что возгорание снова произойдет, есть всегда. 78-летняя пенсионерка живет одна. Сын давно умер. А родственники в ее дела, похоже, предпочитают не вмешиваться. Впрочем, видеть на своем участке она не хочет никого. Не к себе мне за друг друга. Соседи женщины пытались обращаться в администрацию. Однако лишь в декабре 2016-го им удалось добиться решения суда. Пенсионерку обязали освободить участок от мусора и хлама. Мы неоднократно обращались к ней, приезжали, разговаривали. Непосредственно я. До этого многие приставы были. Но ситуация, как видите, сами не сдвинулась с места. Нам нужно исполнять решение суда. Ей изначально выписывали штрафы, составлялись протоколы административные. Но на нее это никак не действует. За один раз вывезти весь мусор, который накопила женщина, не получилось. По словам приставов, субботник может растянуться на месяц. Впрочем, вероятно, что пенсионерка начнет копить хлам снова. Елизавета Васильевич и Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.